А вот в 100 километрах от Шимановска, в селе Ушакова, для них созданы совершенно уникальные условия. Необходимо сделать жилье, которое мы определили, что хотя бы 10 квартир, 5 двухквартирных домов, и сделать производственную инфраструктуру, то есть малые семейные фермы, когда бы люди смогли приехать сюда расселиться и непосредственно работать, ставить свой агробизнес. И вот в 50-м году этот проект пилотный у нас заработал. Село Ушакова небольшое, всего 500 человек. За несколько последних месяцев сюда переехало 6 семей из Казахстана, Украины и Армении, общей численностью 20 человек. Демография у нас поднялась, и школьники у нас, так было 60 человек, сейчас 70, и садик пополнился детьми. То, что в каждой семье по 3-4 человека. Конечно, пилотный проект создавался не на пустом месте. Здесь сразу решалось несколько стратегических задач, можно сказать, государственного значения. Не секрет, что граждане Китайской Народной Республики всегда обращают взор на нашу территорию, что у нас много земли, и она, в принципе, не возделывается вся, и пытаются взять в аренду земельные участки. Земельные участки в аренду решили отдать своим, соотечественникам. Да не просто участки, а с домами и ангарами для животных. Областному бюджету этот проект обошелся в копеечку. На переселение 10 семей выделено порядка 50 миллионов из бюджета субъекта. Информацию о чудо-агрокомплексе запустили в эфир. Ответ последовал незамедлительно. Семья Шандар – это Галина и Сергей, которые приехали из Украины, и вот они первые стали нашими поселенцами в этом проекте. Первыми встречали семью с Украины в селе Ушакова не только местные жители. Из нескольких ангаров рядом с домом раздавалось настойчивое мычание. Они все в четырех ангарах, все коровки стояли. Да не тяжело, я вам скажу. Не тяжело. К своим подопечным Галина относится с уважением. Каждую называет по имени. Это зовут Слила. Это подлиза моя, самая любимая в семье. Не надо. Вот это Софа зовут. Это Манюня. Галина работает на своей мини-ферме с такой уверенностью, как будто всю жизнь этим занималась. А ведь с детства у нее были совсем другие планы. Я хотела быть дальневозчиком. Мне очень нравятся машины. Я вот люблю машины, люблю животных. Как бы нельзя соединить эти две животные и железяки. Ну, они у меня в душе умещаются, у моей души. Я очень люблю. Впрочем, строгий папа мечте осуществиться не позволил. Отец все время кричал, что это не бабская работа, что это, говорит, такое выдумываешь, люди смеют. У нас как бы поселок, и каждый как бы хихикивает, что вот, там, как бы нетрадиционную, ну, специальность выбирает. Пришлось выбирать специальность традиционную. Много чего перепробовала. И дояркой поработала, и санитаркой, и строителем. А тут и с будущим мужем Сергеем познакомилась. Домой стал провожать. И потом сделал предложение. И все. И все. Стали жить вместе. Мечта стать дальнобойщиком постепенно угасла. Животные окончательно вытеснили железяки. Первое, что мы завели, так это козу купили на первых начала. Ну, а потом ничего не получалось. Чтоб не хотели, ничего не получалось. А не получался у семьи Шандер сельхозбизнес. Оказалось, что их труд никому не нужен. Конкуренции с Европой. Поляки все завозят. Вот, например, мясо выращивают, свиньями занимаются. Наши не ценятся там. Не берут его нигде. Выгоднее с Польши завезти, чем есть нормальное мясо. Конкуренции с Польшей семья Шандер не выдержала. Встал вопрос о переезде. Но куда? Все едут за границу, как бы, в Португалию, в Италию. Там работают, там живут. Там покупают дома, квартиры. Но мы не хотели разрывать семью. Мечтали куда-то уехать так, чтобы можно было прожить вместе с семьей, вместе с детьми. Чтобы они знали отца и маму. Вдруг неожиданно поступает информация с Дальнего Востока. Случайно посмотрела новости по РТР и вот увидела сюжет, что здесь начинала яйцо стройка. Вот приглашают сюда переселенцев. И тут Галина вспомнила, о чем рассказывал ей Сергей еще до свадьбы. На Амурской земле в 90-м году я служил тут, в Заветинске. Природа мне очень понравилась. Воздух чистый. Я сразу позвонила, взяла мобильный и позвонила мужу. Говорю, ты знаешь, в твой край, о котором ты всю жизнь мечтал вернуться, еще хотя бы разочек. Говорю, там приглашают переселенцев. Решение принимали недолго. За пару месяцев оформили все документы и собрали чемоданы. Старший сын Влад к переезду отнесся философски. Вот живешь, строишь свою репутацию, у тебя есть свои друзья, свой дом, люди, которые тебя знают. Ты в своих кругах авторитет построил уже. И тут в один момент можно все потерять, не зная, что будет там. С одной стороны, немножко боялся, а с другой стороны, испытание. Вроде был за. Самое удивительное, что с собой на Дальний Восток Влад привез и мамину мечту. Это смешно даже. Вообще я хочу стать дальнобойщиком. А пока надо помогать родителям. Дочь Диану оберегают всем. С русским языком у девочки проблемы. На Украине в школе не изучали. Так что пусть пока учатся. Дочка хочет научиться на гитаре играть. Она больше музыку любит. Работать она как бы дочка. Ее же не заставишь, она успеет еще. А сын приучен к работе. Влад на сестренку не обижается. Сказывается семейное воспитание. Можно сказать, работая за нее, то получается, я, ну, как, и заботюсь о ней. Вот. Ну, бывают там проблемы, я ей помогаю. Вот так стремительно вписалась в дальневосточный Ушаковский агропроект семья Шандер. И, похоже, отступать не собирается. Понимают, что и дом, и ангар с коровами им никто не подарит. За все платить придется. Семь лет я должен рассчитаться. Ну, если ничего не делать, то, конечно, она ничего не будет. Работать надо. Первыми результатами Ушаковского эксперимента довольны и в администрации района. Осуществляя этот проект, мы показали, что сами в состоянии решать вопросы сельскохозяйственного производства нашими трудовыми ресурсами, заниматься земледелием и животноводством. Вообще в Амурской области ведется подготовка кадров для сельского хозяйства. Здесь есть аграрный университет, где обучается больше пяти тысяч студентов. Потребность наших специалистов, она возрастает. Большой интерес к нашим специалистам проявляют не только работодатели Амурской области, очень тесно мы работаем с Хабаровским краем. Нашим переселенцам здесь тоже есть чему поучиться, учитывая, что им приходится иметь дело с животными. В состав университета входит уникальный ветеринарный институт. У нас сочетается учебный процесс и практическая деятельность одновременно. Такого очень сложно даже где-то в России у нас увидеть. Почему? Потому что у нас на базе ИВМЗ существует ветеринарный центр. Видимо, скоро в аграрном университете появятся новые абитуриенты – дети переселенцев. Сейчас в области работает специальная программа для молодых специалистов, приезжающих на село. Это единовременная выплата, по-моему, порядка 46 тысяч выпускникам, которые приезжают на село. В течение трех лет доплата к заработной плате – 5 тысяч рублей ежемесячно. Это программа по обеспеченности молодых специалистов жильем. Но не только сельским хозяйством живет Амурская область. По мнению экономистов, это один из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. Здесь строят новейший российский космодром. По запуску сначала непилотируемых, далее пилотируемых с 2018 года ракет. И, безусловно, это именно отсюда начнется освоение Дальних планет. Возможно, кто-то из наших переселенцев и отважится в будущем полететь на Марс. Но пока у них совершенно земные планы. Картошку посадим, грядки, огурцы, помидоры, лук. Все, что надо, что. Выбежал и сорвал. Никуда уже не хочу ехать. Мы уже наездились. Все, корни пустили. Ну, встретить хорошую старость, чтобы было много-много нас. На сегодня в рамках программы в Амурскую область прибыло больше 250 переселенцев. Достичь уровня плотности населения, как в Китае, конечно, вряд ли удастся. Но, может быть, получится поднять экономику не количеством людей, а их качеством. Соотечественники помогут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...